Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Murder Mystery 2. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать Splash. А также перед началом, когда запускаете чит, зайдите сразу в настройки и включите DLL от Krnl, потому что скрипт, к сожалению, только на этом DLL работает. А далее, как нам получить скрипт? Можно это очень просто сделать. Переходите по ссылке в описании на мой сайт. А далее, кому не сложно, нажмите хотя бы на одну или две рекламы, которые здесь есть. Просто нажимаете, буквально несколько секунд смотрите и закрываете. Так можете, в принципе, если вам не сложно, на все нажать. Вот, это сделано, чтобы сайт поддерживался, работал, функционировал, выходили обновления и так далее. А теперь пишем в поиске Murder Mystery 2, нажимаем поиск. И в сегодняшнем видеоролике буду показывать второй по счету скрипт. Сейчас у него 251 скачивание. Значит, нажимаем на кнопочку скачать. Далее, еще раз нажимаем на кнопочку скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, получить скрипт можно очень просто. Мне кажется, легче еще пока никто не придумал. Теперь, вставляем сюда скрипт, заранее, чтобы его не потерять. И нажимаем на Inject. Как вы знаете, DLL от Carnail использует ключ. Сейчас мне, скорее всего, его нужно будет получать, потому что я целый день уже не пользовался этим DLL. Ключ, если что, нужно получать каждый день. Так, и почему-то Inject не произошел. Значит, еще раз нажимаем Inject. И ждем. Как видите, сейчас тоже ничего не произошло. Значит, что в этом случае нужно делать? Нужно нажать на Ctrl, Alt и DLL. Далее, запустить диспетчер задач. И здесь найти в фоновых процессах Roblox. Вот, он у меня есть. Снимаем задачу. Как видите, Roblox у меня не вылетел. Далее, нажимаем еще раз на кнопочку Inject. И, по идее, сейчас должно все получиться. Да, отлично. Как видите, получилось. Появилось окошко. Здесь копируем, получается, ссылку на получение ключа. Далее, что нам нужно сделать? Получается, эту ссылку вставить, по ней перейти. Далее, подтвердить галочку, то, что вы не робот. И так нужно, короче, сделать около 4-5 раз. Также, вот после того, как я перезашел, то есть, когда я нажал на галочку, меня перекинуло вот на этот сайт. А здесь, на этом сайте, нужно находиться 15 секунд. По стечению 15 секунд вы заново ссылку вставляете. И проходите еще раз чекпоинт. Всего их 4 чекпоинта. Вот. И каждый раз нужно по 15 секунд ждать, когда вы проходите чекпоинт. Не знаю, для чего это сделано, но зато вам не придется ничего здесь скачивать, ничего подтверждать и так далее. В принципе, я думаю, несложно, вы справитесь. Так, далее. Проходим третий чекпоинт. И остался, получается, последний. Получается, когда вы подождете после последнего чекпоинта еще 15 секунд, у вас появится ключ, и нужно будет его в окошко вставить. Сейчас я, в принципе, это и покажу, как сделать. Все довольно просто делается. Ждем опять 15 секунд, и вот сейчас покажется ключ, который нужно будет вставить в то окошко, которое у нас появилось. Все отлично, как видите, он у меня появился. Далее открываем опять Roblox. Это окошко, вставляем сюда ключ и нажимаем Enter. Все отлично, у нас получилось заинжектиться. Далее активируем скрипт, нажимаем на кнопочку Xcode, и ждем, пока загрузится. Так, сейчас он должен появиться. Ждем. Вот. Как видите, появляется уже какая-то тут загрузка началась. Конечно, не быстро это происходит, но самое главное то, что он работает. Здесь, в принципе, довольно много функций. Так, значит... Опа. Тихо. Убегаем, чтобы меня не убили. Я не знаю, какие тут еще функции, но их тут очень много. Значит, заходим во вкладку NM2. Allsp. Это получается... Вы можете видеть сразу всех игроков. То есть красным это подсвечивается убийца, синим это шериф, а зеленым, естественно, мирные жители. Далее. Можно сделать SP только на... Убийцу и на шерифа. А желтым, если подсвечивается, это значит, шериф убили, у него уже просто забрали оружие, и тот стал, получается, героем. Грубо говоря. Ну, давайте лучше включим на всех. Так, мне кажется, будет удобней. Тем более удобнее будет играть за убийцу, когда вы играете за него. Далее. Что у нас здесь есть? Чемс какой-то... Честно, не знаю, как это переводится. Ну, давайте посмотрим, что это такое. Ага. Это получается, грубо говоря, показывается скелет всех игроков. Можно сделать только на убийцу, на шерифа, на монетки, кстати, можно сделать. Так, не сюда нажал, секунду. Вот, как видите, работает. Довольно прикольно. А далее Gun SP, то есть, когда оружие выпадет, будет подсвечиваться, где оно сейчас находится. Так, автоматически его можно собрать? Давайте посмотрим. Вроде бы как... Можно. Только нужно эту функцию найти. Хотя все, уже не успел. Оружие забрали. Так, ладно. Значит, идем дальше. Что здесь у нас еще есть? Instant Royal. Не знаю, как там дальше слово прочитать правильно. Ну, пока ничего не произошло. Окей. Давайте я, в принципе, основные функции покажу, потому что тут очень много. Мы замучаемся с вами их смотреть. Я думаю, вы сами проверить сможете. Так, значит, Gun Mod какой-то есть. Давайте его включим. Далее Toggle Sheriff Run. Не знаю, что это такое. Может быть, преследовать шериф или что-то типа такое. Invis. Кстати, Invis, по-моему, сработал. Только вот не знаю, увидит меня убийца или нет. Ну, давайте ради прикола проверим. Ага, все, победа. Ну, вроде бы как, он меня не видит, если не ошибаюсь. Но, может быть, все-таки и видит. То есть, не знаю, насколько эта функция работает или нет. Ну, по идее, как вы видели, у меня скин пропал. Вот сейчас появился. X-Ray. Если не ошибаюсь, да, это, короче, получается, карта становится, грубо говоря, почти вся прозрачная. Не знаю, полезна эта функция или нет. В принципе, желание можете использовать. Далее. Что у нас здесь есть? Game Mod. Crash Murder. Получается, можно крашнуть убийцу. Но не знаю, насколько эта функция работает. Пока проверять не буду, потому что, если честно, может вылететь. VIV. Drop it gun. Вот эту функцию включаем. Вроде бы, как она должна собирать оружие. Опа. Я убийца. Это отлично. Так, далее. Что нам нужно сделать? Вот. Kill all. Можно убить всех. Я как раз сейчас убийца. Можно эту функцию сейчас и проверить. На K. Английскую. Окей. K. Значит, берем меч. Да. Как видите, эта функция работает. Отлично. Все. Победа. Буквально 5 секунд, и я победил. Как видите, эта функция очень крутая. Если вы играете за убийцу, вы можете просто за 5 секунд всех сразу убить. Очень круто. А, также есть Kill Player Aura. Это когда, короче, к вам игрок подбегает, вы его автоматически своей аурой убиваете. Далее, тут ее можно интервал выбрать, насколько она будет большая или маленькая. Можно также отдельно игрока какого-то убить. Получается, пишите ник, и вы его убиваете. Далее, телепорты. Ну, в принципе, это всем понятно. Я думаю, показывать не будем. Rejoin. Это перезайти на другой сервер. Тоже, в принципе, такая себе функция. Бесплатные эмоции. Если эмоциями пользуетесь, можете, в принципе, их получить. Включить автофарм. Есть какой-то автофарм год мод. Давайте включим эту функцию. Не знаю, что она, если честно, делает. Но, какой-то фарм, по идее, должен происходить. Ладно, выключим пока. А вот, есть coin автофарм. То, что нам нужно, я думаю. Включаем эту функцию. И, как видите, мы собираем с вами монетки, сейчас есть, которые есть на карте. Пять монеток успел собрать, ну, потому что игра уже закончилась, как видите. А также можно XP фарм включить. Это просто, как я понял, ваш скин от Эпэхниса в безопасное место, и вы будете копить уровень. Так, ну, вроде бы все. Здесь по функциям, по-моему, все функции закончились, которые я хотел бы вам показать, самые основные. В основном остались только те, которые не совсем полезные, которые вы сами сможете проверить. Вот, ну, в принципе, думаю, на этом буду заканчивать. Вот такой я крутой скрипт для вас сегодня нашел. Напомню то, что пользуйтесь моим сайтом, нажимайте на рекламу, если вам не сложно. На этом я заканчиваю. С вами, как всегда, был Айзбан. Кому понравилось видео ролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.